Здравствуйте, мои дорогие! Все мои любимые подписчики, хотя у меня цвет настроения черный, как вы видите, ну вот черный цвет настроения, но я вышла в эфир, поняла, что дождаться Маши невозможно, мне хотела поехать к своим родным очень. Ну вот, знаете, у меня такие глаза вообще текут все время, и я думаю, я вот сделала специально пачи, ну как бы уже бусы надела, ну все, настроение так, никуда. Да, буду делать с вами паштет, паштет печеночный, поверьте, он очень вкусный, но если вы даже не хотите, это не маска, это пачи черные, ну вы знаете, черные, я специально, чтобы меня не очень видно было, вот так. Вроде я панда, панда, знаете, хотя панда оказывается добрый, добрый, я сегодня в инстаграме, знаете, что увидела, что одна панда, мамаша, берет своего детеныша и за шкирку трепет, трепет, трепет и с обрыва хрясть его. Ну хорошо, что обрыв был мягенький, и этот панда поднялся опять наверх, а она убежала, потрепала и убежала. Вот как надо, оказывается, с детьми, а мы ласково, ласково, хотим все хорошо. Че, а вы их, конечно, правильно, а вы как думали надо делать? Может быть, их надо было прямо впритык к глазам, но у меня проблемные места вот эти вот, они у меня, как называется, в морщинах. А потом, знаете, что я еще увидела, что моя родня, я не буду называть, а то вдруг они не хотят, находятся сейчас в прямом эфире. Вдруг они увидят, что я здесь, мои хорошие, ну вы знаете кто, мои родные, я очень рада видеть, но чтобы не всплакнуть, случайно молчу. Вот смотрите, че там про Машу пишут? Нет, не вижу. Или мне кажется, ура, ура, Инессочка. Вы знаете, я сегодня заходила в прямой эфир, ой, не в прямой, а в директ, и там мне одна девочка писала, все время как-то так фамильярно писала, вы что, еще не вышли, или та-та-та-та-та-та, и почему не ходите, почему не читаете? На самом деле она мне ничего особенного вообще не написала, и как бы ответа не требовала. Закипает вода, я стою, паровую маску вроде принимаю для носа. Вот, я должна была встретиться с моими очень хорошими родными сегодня. У меня здесь сегодня племянник мой, художник Сашенька Файн, у него картины очень хорошие. Вы знаете, он мне подарил несколько картин, но я их отдала ему на выставку, вот, на все, на это. Ой, что вы такое пишете, я не вижу, потому что я боюсь, что у меня маска отклеит. Знаете почему? Я ведь сюда поставила телефон, вроде бы, так, может быть, отсюда сейчас немножечко перенесу. Вот эта лампа долбанная, она везде. А что это, вот эта, ну, а что ее не уберешь, правда? Нет, нет, отсюда, отсюда. Как бы мне от нее вроде... А, о, шикарно. Вот такая я, кажется, я не такая уж и глупая еще. Так, когда к Филе пойдете? К Филе, вы знаете, вот мы его называем... Ой, у меня какие мешки над глазами, знаете, от того, что я уже совсем болею. А к Филе, это... Вот мы его так фамилиям назовем Филе, на самом деле это Филипп, он директор этой студии, он умница необыкновенная, вы знаете, он такой талантливый, он завел меня в свою студию. Все. Значит так, подождите, я вам сейчас расскажу про Филе. Смотрите, я купила печеночку. Купила печенку, естественно, как вы поняли. Птичью, куриную. Поэтому, вот смотрите, я закипятила водичку. Сейчас всю эту печеночку туда бросаем. Обычно я снимаю с нее жирок. Сейчас не снимаю. Смотрите, просто варю. Варю до полной готовности. Сейчас я ее помешаю, родную мою. Потому что Машенька, ну, можно и говяжью, можно и говяжью. Ну, раз я встретила такую... Батюшки мои, представляете, я положила провод практически на плиту. Совсем с ума сошла. Сейчас я уберу немножечко. Вот так вот. Ой, сейчас бы было дело. Сейчас она у меня сварится. И будет готова. Вообще, кто не боится жирного, вы можете на сливочном маслице жарить. Эту печеночку можете жарить на сливочном маслице. Так, что пишете сейчас? А печенку не мыла? Она там чистенькая была очень. Она сейчас вымоется. Мам, я вас тоже. А вы? Я ее не мыла. Потому что она там совершенно чистенькая, хорошая печеночка. Не вываленная ни в грязи, ни в чем. Эта готовая. Вот знаете, как рукола бывает сделать все. Не волнуйтесь. Вот я сейчас эту водичку всю скипячу, вылью. И все будет хорошо. Теперь. Вот у меня сковородочка. Я сейчас ее ставлю. Ой, нет, подождите секунду. Я ее не промыла. Еще промыла чуть-чуть. Вот так вот вылила. Все хорошо. Вытру. Вытру сковородочку. Она антипригарная. И хочет Маша или не хочет, но она в прошлый раз на Новый год все с удовольствием ела. Поэтому я сейчас и лучок почищу. Знаете, я Машеньке сделала сегодня, мои дорогие, я ей сделала лосось, как моя сестра. Моя сестра Наташа, она просто хозяйка потрясающая. Она так готовит, она так ухаживает за своим мужем. А когда я с детьми, когда дети приезжают к ней, она просто, по-моему, она не продыхая с утра и до ночи готовит, им все делает. Я вам не отвечаю на вопрос. Сейчас посмотрю. Где Машенька? Где Саша? Маша хорошая. Прямо такие проявления. Она нигде не валялась. Поверьте мне. Все. Я ее вымыла, слила и опять солью водичку. И все будет хорошо. Ну, главное, что вы не волнуйтесь, вы есть ее все равно не будете. Поэтому с вами ничего не произойдет. А я так всегда делаю. Про Фила. Про Фила. Слушайте, Фил, я думала, что он просто директор студии, обыкновенный директор студии. На самом деле, товарищи, он пишет такие песни, он сам делает аранжировки. Есть песня, которую он, по-моему, вот я сейчас подзабыла года два. Вы любите? Чего? Не поняла. Он года два ее не может закончить. Или больше. То есть вот человек, который вот так относится к своему делу. Вы знаете, я уже подумала, пачи, вас они если раздражают, очень вы мне скажете. Но я уж плохо выгляжу, потому что болеет у меня нос, видите, красный. О, господи, печенка у меня вся. Сейчас я ее поверчу. Вот. Конечно, надо было уже так. И вот Фил, у него есть студия звукозаписи. Он сам делает себе аранжировки. Сам сочиняет песни, сам поет. Красавец. Он на гитаре играет. Мамуль. Вы завтра? Да, конечно. Я куплю маску. Я всегда очень ответственно отношусь к работе. Господи, глаза как набухли. Ну, не знаю. Так, что там? Мамочка, булочка. Буду есть паштет. Маш, будешь есть паштет? Моя ты звездочка. Да, красавица моя. Ой, господи. Паштет. Я делаю паштет. Я решила с вами сделать. Когда Машенька придет, паштет будет готов. Так и должно быть. Сколько минут держите пач? Знаете что? Сначала их наклеиваешь. Они мокренькие. Их не чувствуешь. Теперь они начинают немножечко подсыхать. И хорошо. Да, да. Ну, какой там отдыхать? А, не знаю. Я не плачу. Болею. У меня глаза слезятся сейчас. Я вон капаю в нос. Видите, у меня? Я купила. Я вообще в нос никогда не капаю. А тут даже вот, видите, вот этот. Купила сноп, вот капаю. Опять же сестра сказала. Ой, ой, потише, потише. Паштет сейчас уйдет печенка. У меня убежит, убежит. Все. Видите? Вот. И этот Фил песни пишет. В общем, он мне поставил. Я заслушалась и подумала. Боже мой, вот тут талант человека есть. Он может... Зачем? Пачи на ночь. Зачем? Для себя. Потом я к вам хотела выйти. Чтобы вы не подумали, что у меня тут такие морщины. Что уж глаза совсем такие плохие. Я хотела, чтобы вы были это. Не видят меня. Так, ой, слушайте. Наверное, у меня там дальше, дальше. А Фил женат. Ну, я знаю, что он был, когда шубка... А я уже показывала. Ну, могу еще показать. Ну, давайте попозже. Да, я знаю. Да, я знаю. Ой, не могу вас прочитать. Спасибо вам. Вот вы пишите мне. Очень хорошее. Спасибо за доброту ко мне и за цветочки. Не могу прочитать. Ну, вот он, представляете. И я думаю, человек такой, вообще большой человек, у него студия своя звукозаписывающая. Он умеет владеть этой студией. Он вообще все делает. Я удивляю. Да, Машульчик. Он разведен. Да, он развелся. Он прожил с женой там много лет. Очень спасибо. Я сейчас должна тогда почистить лук. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Я даже сегодня пошла, купила масло. Так, ставлю сковородку сейчас на... Ну, чтобы она быстренько разогрелась. Значит, Маше не будем говорить. Положу немножко сливочного маслица. Я купила. Так, кладу чуть-чуть сливочного маслица, чтобы не пригорело. А потом, знаете, у меня была готова... Вот так кладу немножечко, чуть-чуть. Чтобы она, Маша, не очень переживала. Хотя надо... Знаете, паштет любит масло, но я не буду. И у меня приготовлена морковочка. Я когда, ну, купила как-то морковь, и думаю, чтобы она не пропала у меня, я ее заранее сделала на терочке. А теперь лучок почищу. Сейчас, дорогие мои. Лучок. Пока у меня варится печеночка. Ну, единственное, что неприятно вам будет, или я тогда должна была отключить эфир, мне надо будет все это перемалывать, мои хорошие. Все перемалывать надо. Смотрите. Ну, конечно. Разве будет телефон держаться? Я его подключила немножечко. У меня все уже доходит, знаете, как называется, вот удлинитель. Но я хочу его разобрать, и я представляю себе, как нужно тут изоляционной лентой что-то делают, и отклеивают как-то. Я хочу это все сама сделать. Потому что, в общем, некому делать, я сама все это сделала. Все, маслица курчит. Сейчас я положу лучок. Вы знаете, извините, вот вы потом скажете, что я на что-то не отвечаю, как... Вот нам писала Каролина Королева, она мне говорит, вы не читаете, вы не читаете. Ну, я думаю, ничего особенного, она такого не написала, чтобы я прочитала. Сейчас патчи сниму. И патчи я сниму, чтобы вы на страшилище не смотрели. Смотрите, я сразу в пакетик целлофановый собираю всю грязь, потому что, если каждый раз мне открывать мусорную вот куда-нибудь плагу, это очень долго. И буду... Сейчас порежу все. Смотрите, лучок. Беру лучок, режу. Две луковички. Вот у меня там было полкило. Я режу эту луковичку. Вот. Квадратиками. Половиночку и квадратиками. Вообще, знаете, что я не читаю? Не читаю совершенно... Как называется? Картошку жирную с этим... С огурцами соленными. С отвлекаясь. Знаете, меня сейчас поздравила, если вы и помните, Наташа, которая мама двух близняшек, Машеньки и Дашеньки. Так вот, Дашенька, она как блогер стала. Причем она мне очень нравится. Она так интересно все показывает. Показывает наряды, как они пляшут, как они сегодня в бане были. Вот. И меня сейчас Наташа поздравила. Я вам скажу. Она супер-мама. Вот я лук порезала, бросаю. Пусть он тонится тихонечко. Лук не повредит. Знаете, лук во время войны, говорят. Если вот цинги у кого-то... Ну, где-то цингу лечил даже. То есть у меня что-то такое есть, что... И сейчас я достану еще из морозилки у меня готовая морковочка. И когда немножко вот это потушится... Вообще, раньше я дома отдельно тушила. А теперь я тушу вместе. А еще, знаете, я очень вкусный холодец варю. И меня племянник, как спросил тетюлю, сварить холодец. Я не сварила. Ну, прямо так хочется ему... Ты че? Он меня так пугает всегда. Сейчас был салют на улице. Я с ним ходила гулять. Вот вышла больная, она погуляла, потому что надо было. И вдруг салют какой-то. То ли свадьба, то ли что. То ли... Не знаю. Он как? Бросился. Хорошо, что на привязи был. И я... Люди, вы мне что-то пишите или нет? Вы мне скажите, как делаете паштет. Дайте, если я вам не покажу до конца. Ну, вот смотрите. Вот я сейчас... Вон, вон, перестань. Видите, красиво. Видите, культурно. Сейчас я вот, знаете, лучок положила и томлю лучок. Но это вам придется долго меня терпеть, Светочка. Так, хорошо. Светочка, вам долго придется меня, золотко, терпеть, чтобы вы нам до конца показали, кто это... Сейчас. Суслова. Екатерина. А, Суслова, Катюшка, Катюша. Готовимся. Да? Маш, готовите старт канал. А когда будет? Боб, я не могу. Печень уже готова. Да, печень готова. Ютуб. Машенька, Ютуб. Маш, а как же я посмотрю? Да нет у меня очков. Маша меня вообще требует, чтобы я уже... Хотите, сейчас руки помою и покажу. Хотите? Сейчас я помою руки и покажу вам Машину шубу. Сейчас. Правда, надо. Сейчас я только хочу вот проверить одну... Знаете как? Смотрите, я беру печеночку одну, вытаскиваю и разрежу ее. Если она без крови... Нет, вы знаете, что я вам скажу? Капелька крови есть, поэтому я еще ее немножко сделаю. Я всегда разрежу. Посмотрю. Если есть хоть капелька кровиночки, я оставлю... Сейчас я вам... Сейчас я вот сделала лучок. Сейчас, мои дорогие. Я вот мешаю. Я бы могла, конечно, в серединке поставить, чтобы вы тут видели, как я тут мешаю. Но сейчас я вам покажу шубу Машину. Все покажу. Это не шуба, это кардиган. Очень красивый кардиган. Сейчас. Вы знаете, если вы хотите, вы можете тушить отдельно. Но я такую практику уже имела, и я... Купите пеносол. Он масляный. Вы знаете что? Я вообще никогда ничем... Ну, стараюсь не лечиться. Но вот я купила вот этот сноп. Откуда у вас столько сил и энергии? Нет. У меня нет, но... Вы знаете что? Я иногда легла бы и лежала. Маша не давала мне никогда лежать. Вот когда мы были в Самаре, и она была еще маленькая такая, ну, не важно какая, ну, довольно большая. Она говорит, мам, пошли. Я говорю, Маш, я не могу. Я только с работы уже одеваюсь. Пошли. И она просто брала меня за шкирку и тащила. Вы знаете, мы ходили. Если кто-то знает Самару, от... Ой, как далеко. Господи, мы ходили с ней пешком от... Ну, Макдональдс, так представляете себе, до речного вокзала. Шли мы около часа пешком туда. И могли и там гулять по набережной, туда-сюда знакомых встречать, а потом обратно. Так, и дальше, дальше. Снуп. Ой, Снуп шикарный. Последние штрихи. Давайте пожелаем Машеньке и всем людям, кто делает этот вот... Сейчас YouTube. Давайте пожелаем им, чтобы у них все сложилось, чтобы вы смотрели, и хорошие отзывы были. Я вас очень прошу, Маша. А не очень старайтесь. Вообще, кто-то, кто старается, все хочет очень хорошо сделать, надо, чтобы у них сложилось все. Машенька моя, лапочка. Чаек попейте. Да, чаек обязательно пью. Вон, все конфеты съела. Да мы про маленького. А, про маленького Филю. Машка спрашивает про маленького Филю, а мы не пошли, даже не посмотрели. Вы знаете, завтра они уезжают, а я его, ну, не увидела. Я очень хотела. Да, ждем Машенька. Машуль, домой, не в полном саде. Не в полном. Здесь только Ольга И и Вова Йо. А Маши? Нет. Маш, ты где? Маш, ты где, кстати? Так, Маша, покажи шубку. Куда ждетесь вы? Маша, вам и паштет сделала уже. Я делаю. Че-то у меня, знаете, не закипает. Вообще не закипает. Я, знаете, что сделала? Такую глупость, чтобы у меня не сгорело. Я все отключу. Сейчас я достану морковочку. Вот, смотрите, я заранее на терочке натерла морковку. Зато теперь, когда мне надо, оп, разворачиваю и кладу сколько мне надо. Ну, сколько мне надо для паштетчика, как вы думаете. Вот, смотрите, беру вот такую полную горстищу, кладу ее, она, конечно, мороженая, будет сейчас. Так, мы сейчас делаем погромче. Беру еще одну такую же. Морковку всегда купить можно, просто мне приятно, что она готова уже. Холодная, ледяная. Ой! Вы знаете, прям честно скажу, морковкой тоже не испортишь. Все-таки овощи, лук, морковь. Здесь я кладу, ой, сколько цветов, не вижу от кого. Не вижу от кого. Вы знаете, что, мои дорогие. Ну, вот я положила, сейчас покажу вам, сейчас покажу, включу, руку вытру, чтобы телефончик не испортить. Телефон у меня очень плохой, конечно. Маша, вот мне велела купить новый, но я жалею. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, вот у меня лук. Видите? А вот это у меня печеночка, вот варится, печенка. Ну, она чуть, вот она сейчас доходит. Вот, видите, все. Вот, вот замечательно. Все у меня варится, все делается. И спасибо вам. Ну, вы знаете, вот вы говорите, почему она говорит, вы ее спросите. А что же вы нас спрашиваете? Разве мы знаем, дорогие мои? Я, кстати, вам хочу сказать. Я вам хочу сказать. Я всегда говорила про левый хвост, что она очень эффектная, очень интересная, очень красивая. И они всегда с Машей очень хорошо общались, поверьте мне. И Маша ее всегда защищала. Ну, хотя Лерефрость, это меньше всего нужно было. Ну, как она защищать ее? Она такая сильная, сама по натуре, что ее защищать не нужно было. Она справилась бы со всем. Вот есть такие, вот, например, кого-то надо поддержать, а кого-то не надо. Ну, вот, я не уверена, даже, что сейчас кто-то не пойдет и не скажет опять, что я вдруг что-то плохое сказала. Ну, это на вашей совести. Хотя сегодня вот это обращенное воскресенье, я не советую вам делать гадостей. Все-таки, вы знаете, я думаю, да, нож нужно поточить. У меня тупые ножи, знаете, как я их точу друг о дружку. У меня мамочка так точила, знаете, как? Сейчас покажу. Мама брала нож вот так и точила друг о дружку. Вы знаете, очень хорошо резала. Вот. Так что я, в принципе, Лера мне нравится. И я бы даже ее взяла ведущей на Дом-2, если мы с Машей так говорили. И она очень яркая. Причем мы с Машей говорили. Маша говорила. Она очень яркая, эффектная. Но Лере это не нужно. У нее все хорошо. Так. Так, дальше. Смотрим дальше. Все у меня заурчало. Давайте сниму. Раз требуется, снимаю. Ой, какое счастье. Все, ну как? Вот это у меня были морщины, нет? Хорошо? Я бы сюда, конечно, я понадела вот так, знаете. Я уже придумала, может быть, сюда потом надевать. Видите как? Как усы. Ой, они закрыты. Вот так. Ну ладно, не буду сейчас. Не буду вам на стройнику. И положу так. Мешаю сейчас. Подождите секундочку. Я помешаю морковочку. Ой, какой мой вкусняк какой. Просто вкусняк. Просто вкусняк. Все, шикарно. Вы знаете, наверное, я положила на глазок ну то, что надо. Делаю потише огонек. Мне угли не нужны. Прошлый раз я сделала. Помните, в Самаре делала? Ну я тогда делала из говядины. Покупала шикарную говядину на рынке. Вот. Так, что вы пишете мне? Мама. Маш, ну я же зною. Моя ты звездочка. Красавица моя. Маш, ты лучшая у меня. Ты трудяга. Знаете что? Маша, так. День прощения. Всех прощаю. И у всех прошу прощения. Маш, мне сейчас Наташа прислала. Такие видики хорошие. Музыкальные. День прощения. Воскресенье. Наташа, мама Машеньки и Дашеньки. Маша, привет. Здравствуйте. Что вы готовите? Готовлю паштет. Из куриной печени. Ну, собственно, она была у меня как бы на виду. Я купила сегодня и сделаю. Потому что, помните, Маша... Ой, забыла в морозилку положить. Сейчас положу в морозилку. Так. Ну, сейчас... Вы знаете, я только думаю, вы нами не дождетесь до конца. Потому что я должна буду... Знаете, что сделать? Включить мясорубку. И она будет так орать. Ну, вы же знаете, что электрическая мясорубка орет. Дома я могла бы ради вас и вручную... Еще разочек сделаю. Все. Вы знаете, шикарно. Сейчас. Все. Ну, вот смотрите. Вот смотрите. Теперь она без крови, без капли крови. Смотрите, внутри без капли крови. Печеночка просто роскошная. Мягчайшая. Ну, ладно, еще одну порезу. Посмотрю ее. В общем, сомнений нет. Печенка прекрасная. Сейчас я ее вытащу и будет все окей. Знаете, все. Вот я обычно, знаете как, бывает, сливаю воду, но сейчас я подумала, я ее вытащу. Вот так вытащу, чтобы на нее ничего не попало, на печеночку. И ничего страшного, если вы возьмете и положите немножко больше в лучку и, как это называется, морковочки. Ничего в этом страшного. Это самый, там витамин А, морковки. А в лучке витамин С, который вообще нужен от всего. От цинги, от зубов, для зубов, для всего. Да вообще для всего. Все. Вообще это самое лучшее. Так, все. Вот смотрите, такая горочка у меня получилась. А что горочка? Ровно полкило. Все. Ровно полкило, ребята. Так, я сейчас хочу на чистенькое поставить. И вы знаете, когда у меня сейчас приготовится... Так, все сразу. Кладу мусорку. Когда у меня приготовится... Ой, что-то вот, знаете, когда я отхожу, почему-то экран темнеет. Обратили внимание? Так. Так, знаете, лапочки, все пропустила. Че вы пишете мне? Так, че пишете? Боровск, привет, привет. А что Маша про Вову? Маша. Ну, он не идиот. Вы знаете, я даже хотела его сегодня подстричь. Сама уже даже немножко. Вова, Вова, это такой подарок для меня. Вы себе представить не можете. Когда Маша принесла вот так вот на ладошки, весь в какашках, вонял жутко. Ну, мы в машину сели, его достают нам. Вот это ваш мальчик. Ратибор. Ну, Ратибор, представляете? Вот такой Ратибор. Вот такой Ратибор был. Вот такой Ратибор. Вот такой он был, Ратиборчик. И дают ему, он весь говни. Маша говорит, мама, он так воняет. Мы взяли пеленку, завернули, а холодно было, зима. И я его положила в шубу. Вы знаете, с тех пор он любит, чтобы я его брала и вот сюда клала всегда. Вот так вот. И вот я его положу. Вова, иди ко мне, Вова, иди ко мне на ручки. Иди ко мне на ручки. Иди печеночки дам. На, на. Возьми, мой хороший. Он боится, знаете, он боится, что я куда-то уйду, уйду. Во, возьми, иди. На, возьми. У него вот зацикленность что-то. Дайте эфир смашу, ну я бы с удовольствием. Нет, никакой сметаны. Даже не думайте. Никакой сметаны. Вы что? Так, а где, кстати? А-а-а, сейчас. Вот, и смотрите. Масло, вот вы делали на масле. А теперь вы это маслице оставляете, чтобы оно у вас растаяло. И потом, когда вы сделаете пастет, на еще, на еще. Ну что, ты боишься, обалдел что ли, старый? Ну иди, господи, на. Знаете, у него что-то такое вот, что иногда он боится маленький подойти. Но я никогда на него не злюсь, никогда на него не сержусь. Он сокровище. Это сокровище тебе поглажу. Иди на ручки, иди, мойка. На. Ну дай еще. Слушай, ты сейчас у него все печенку слопаешь. Так не подойдешь, да, вон? На, булочка. На. 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 Идет. Есть. А не подходит бориться. Чего бориться? Кто его знает, что у него в голове? Ну я, конечно, не собираюсь его так насиловать. Мы скучаем, Машоль. Ждем тебя в студии, Маша. Нам тебя... Да, да, да. Маша, отвечай. Да я тоже, Полинка. Рози, Полинка, Рози. Скучаем. Ошиблись. А что? А что ошиблись? Так, ну вот знаете, что? Самая главная у меня проблема, это надо было мне сначала, конечно, лучок сделать, но ничего страшного. Сейчас он сделается. Сейчас и все сделается, потому что у меня морковочка же была из морозилки. Сейчас я, знаете, что еще хочу? Я сейчас крышечку сделаю, и у меня тогда быстрее сделается морковочка сейчас, дорогие мои. О, все. Все. Сейчас она быстро. А вот сейчас я должна буду всю эту печеночку, в сковороду, это как называется, сейчас, приготовлю. Ну вот я не знаю, как вы выдержите, дорогие мои. Я сейчас должна достать мясорубку, вот мясорубка у меня такая. Сейчас я достану. И сделаю. И потом вам покажу, как я рулетик сделаю, этот, из печеночки. Весь рулетик сделаю. Вот жалко, что вам меня не видно до конца. А, слушайте, где же у меня эта штука-то? Сейчас найду. Вы знаете, что я не ловю? А, нашла. Все, нашла. Конечно, нашла. Куда это все делится? Сейчас мясорубку сделаю. Слушайте, вы мне сердечки. Смотрите, вот я вижу, издали красненько, или может, цветочки. Не знаю, сейчас. Раз, и квас. Все. И у меня каким-то образом потерялась, вы знаете, штучка, которую я делаю. Как делаю? А, господи. Ну, тогда... У меня потерялась штучка. Знаете, пластмассовая. Пластмассовая штучка. Так, это что, сердечки? Машенька, ну вы, вот она сейчас в эфире, спросите, где она? Я ведь сама не знаю. Я же ради буду следить за ней. Я совершенно спокойно нахожусь дома. Я взрослый человек, Маша взрослая, мамуля личный канал. Вот видите, что-то пишут. Вы знаете, у меня такое чувство, что вы больше всегда знаете о нас, чем мы о себе. Ой, да, правда. В гости, говорит, придем кушать. Приходите. А, забыла. Так, сейчас помешаю один разочек, и пойду шубу мерить. Сейчас, один разочек помешаю, вот, просто, чтобы не сгорело у меня, и пойду шубу мерить. А Маша пусть там завидит где-то она. Это не шуба, ребятки, а кардиган. Сейчас, мои хорошие. И сейчас, мне кажется, сейчас проткну, мне кажется, уже будет готово. Вы знаете, у меня такое чувство, что уже все готово. Нет, нет. Ну, ну, как я вам скажу. Однозначно, морковь не готова. Что, подождете, если пойду мерить? Будете ждать? Если пойду, примерю сейчас шубу Машкину. Это не шуба. Называйте, а кардиган. Сейчас я посмотрю. Выпьи на меня. Изданно. Так. Вот, все. Все, вот ты не пришел сразу. Я хотела тебя на ручки взять. Хотела показать, как ты любишь полежать. Ну, иди ко мне. Ну, иди, иди ко мне. Ну, иди, мальчик. Ну, иди. Ну, будешь выпендриваться. Ну, как лучше. Сейчас иду, секунду, быстро ее растреньку и покажу. Вон, подойду. Что это такое? Господи, обалдеть. Это что такое? Это знаете, что у меня вдруг... Ой! Просто я не знаю, что случилось. А! Вы знаете, что? У меня выключилась плита. Все, включилась. Так, я принесла. Сейчас раскрою. Маша не будет меня ругать. Руки чистые. Я ничего не делаю. Так, я не могу. Сейчас, мои дорогие, сейчас, мои хорошие. О, вот капюшон роскошный. Обалдеть. Ну, как? Шок. Ой, мне так нравится. Смотрите, как это. Вот знаете, когда наденешь что-то красивое, и чувствуешь себя прямо царицей. А главное, цвет? Цвет. Вот небесно-голубой. Знаете, когда бывает небо, такой голубой летом. Вот именно летом. Голубое совершенно небо. И вот это вот очень мне нравится. Вот так застерочки. Оно... А мне прям до щиколки. Так красиво. Просто очуменно. Ничего, говорите быстро. Кого ждете? А это? Вот это вот кардиган. Это называется кардиган. Не шуба, а кардиган. Вот. Это кардиган. Вот она. Это называется кардиган. Это вот песец, наверное, или кто это, я не знаю. Это Машенька же заказывала, поэтому я не знаю. Но мне очень нравится. Я в полном восторге. Если честно, я бы даже могла на красную дорожку в нем пойти. Мне очень нравится. Я бы пошла. Так, что пишите? Да, Маш, я меня не кормлю. Маш, ты видишь или не видишь на мне? Вот. Кардиган твой. Цвет настроения голубой. Цвет настроения голубой у меня. Шикарно. Маш. Ну, Маш, ну как шуба-то? Все. Все снимаю. Вы мне ничего не говорите. А я уже примерила шубу. Все. Снимаю. Потому что, знаете, мне надо готовить. И мне нельзя, чтобы у меня здесь была такая красотень. Я ее аккуратно складываю. Все. А то Машенька придет, уже вам покажет. Так. Знаете что? А шуба меня за крючок поймала. Не хочет, чтобы я ее снимала. Вот она. И за крючок поймала. Отнесу сейчас. Ну, вот так. Все вам показала. Довольны? Так. Добрый вечер, мамочка. Ой, добрый, добрый, мои хорошие, добрый. А Маша что пишет? Я готовлю печеночный паштет. Причем меня научила одна женщина. Шикарно. Ну, она немножко по-другому делала. Я по-своему. Она жирная очень делала. Я не жирная. Сейчас я помешаю. Так. Сейчас она же у нас будет скоро готова. Уже, знаете, вот я сейчас крышечкой накрыла, чтобы у меня не столько жарилось, сколько томилось. Потому что Машенька не любит. Вы же знаете, Маша моя, она не очень любит. Единственное, что вам придется потерпеть немножечко, но вы отключите звук. Когда я буду мясорубку включать, вы отключите, пожалуйста. Я знаю, что это очень громко, неприятно. Ну, это жизнь. Ребята, это жизнь. Сейчас я попробую. Если морковочка готова, сейчас. Вот сейчас вот морковку икину. Ну, что вам надо сказать? Морковка жестковатая. Потому что я делала, знаете, какую морковку? Такую соломкой. У меня такая специальная штучка есть. Я делала соломкой. А, вот, кстати, лучок. Как лучок. Ну, я один раз пробовала. Лук готов. Лук готов. Морковка нет. Что делать? Будем. Ну, поболтаем. А что нам спешить-то? Поболтаем. Так, я буду отвечать. Лин. Это, в общем, так. Это Маша называет ее шуба. Потому что она очень тепленькая. Для Маши. Машка у меня такая. Она называет это шуба. Это кардиган. С таким вот песцом. Красивым голубым песцом. Маша называет ее шуба. Привет из Башкирии. Подождите. Башкирия. Сейчас прочитаю. Привет из Башкирии. И вам привет. Вы знаете, я ведь у вас в Уфе была. На конкурсе Глинки когда-то. Получила там на конкурсе международной Глинки. Мне... Ну, не имени, а он имени Глинки. Архиповский был конкурс. Это великая наша русская певица была Ирина Архипова. Я там получила приз как лучший концертмейстер конкурса. Мне было очень приятно. Там что-то деньги давали. Наверное, рублей 300 это тогда было. Это большие деньги были. Ну, как большие. Нормальные, хорошие. И знаете, с кем я там познакомилась до этого еще? С Радиком Гореевым. Радик Гореев, певец замечательный. Сейчас его уже нет. Он был когда-то в Тольятти. Потом я с ним выступала. В Нижний. В Нижний когда. Ой, да хоть прям вот я бы с удовольствием. Да, Маша здесь? В Карелии. Привет из Карелии. Привет. У вас там очень красиво. Ну, вы знаете, меня не волнует. Мне и дома-то не бывает. Шторы, не шторы. Да, это вот не шуба. А вот это вот кардиган называется. Я только что ее мерила. Голубая. Вы потом посмотрите. А, комменты с большим опозданием. Ясно. Знаете, когда будет соль и перец? А когда я буду готовить уже? Вот смотрите. Я... Ну, ладно, чтобы вас не раздражать. Вы хотите соли? Пожалуйста. Сейчас посолю. Ну, вы хотите. Вот сейчас посолю. Смотрите. Беру и соль. В принципе, паштет не очень должен быть соленым. Понимаете? Паштет это такая вещь, ну, слегка. Я посолила. Вот, все посолила. Потом буду на мясорубочку вся. Это такая вещь, которую можно потом есть просто вот на хлебушек положить. Это очень вкусненько. Да нет, я все посолю обязательно. Как мы ждем ответа на свои вопросы. Так, Маша, ты покажешь... Я вообще не понимаю, прошу бы, это прикол какой-то уже. Все. Так. Маша сам... Нет, не будете. Вы знаете, оказывается, у меня комменты просто... Они идут запозданием. Вот поверьте мне. Ой, господи. Ну, я ничего не пойму уже. Они идут поздно. Вот. Ничего не могу... Еще раз скажи, пожалуйста. Так, как издалека. А еще как издалека, золки. Так, не жадничай. Так. Машуль. Ма, вот видите, вот была твоя шуба. Да. Сейчас. Вот они пошли. Я так внизу делаю, делаю. Султан Сулейман что-то написали. Я вижу. Они у меня застыли, понимаете? Я же не совсем уже окончательная такая тупица. Нет, я не... Вот, они, знаете, то двигаются, то стоят. И я руку комменты пролистать... Да я... Вы знаете, что? Ну, я не знаю, опять... Ну, вот спасибо. Вот мне вот сейчас тот коммент, который мне хотел, знаете, вот с такими голубыми сердечками, говорит, вы пошли, хорошо стало. Да прям. Маша никогда ничего не ревнует. Маша готова мне вот снять с себя все и отдать. Как и я для нее. Маша не в туалете. Ее вообще нет дома. Вы что, обалдели? Может, уже она сидит вечно в туалете, что ли? Да нет, конечно, мои хорошие. Она хотела готовить. А, мам, я все вижу, булочка моя. Отдыхай, моя хорошая. Ты так кахалась? Вы знаете, что? Я вам так скажу. Начиная с января, у Маши, считай, ну вот просто без продуху. Это вот так не видно вам. Не видно. А вот такая вот закулисная жизнь, которую Маша делает, она очень тяжелая. Маша столько вкалывает, ребяточки мои. И мне ее жалко. Рецепт. Вот пока я вот... Мамочка, Олечка, там, наверное, веснушка выходила. Я вот ее сегодня уже видела. Да. Вам всем дай Бог здоровья. Всех люблю. Всех целую. Маша. А меня? Меня зовут Ольга. Зовите просто Ольга. Я маму Машу Кахну. Я думаю, вы Машу Кахну, может быть, и знаете. Меня, конечно, нет и не обязательно. Ну, вот я такая есть. Дошли, представляете, сколько прошло... Не прошло и двух часов, как прошли комменты. Норильску привет. Сейчас вот я делаю. А я не знаю про это. Рассаду. Вы знаете, что я вам скажу? Ну, вот она у меня стоит. И вот очень хорошая рассада была. И семена потащились все. Они по очереди всходят. Единственное, что я не успеваю... Не успеваю их... Сейчас помешаю. Можно? Извините, вот вы сейчас будете писать комментарии? А я их не вижу, потому что я буду мешать. Ну, вот что делать? Не обижайтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Сейчас, вот извините. А я хочу, чтобы было мягенько. Никак у меня мягко не получается. Сейчас я вот опять вымешала. Уже тут чувствую, пригорает у меня маленечко. Все. Вот сейчас. Знаете как? Так, у меня получилась такая кучка. Ну, сейчас скажу. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Покажу сейчас. У меня получилось, знаете чего? Вот сейчас. Вот кучка такая вот на тарелке опеченочки вареной. И такая же кучка лука. И вот этого. Видите? Вот одинаковые, как бы, приблизительно кучки. У вас может быть по-другому. Это не суть важна. И вот, когда все это я сделаю, я сейчас. Вот я сейчас, знаете, что вот сюда, наверное, поставлю вам. Ну, чтобы вы, может быть, увидели. Там меня будете видеть. Я боюсь, знаете, что иногда, чтобы не загорелось что-то у меня. Ну, все-таки я такой человек. Там видно, нет? Посмотрите, у меня видно будет, нет? Видно. Ну, и все. Я сейчас уже начну делать. Мне кажется, морковочка готова. Сейчас. Опять выключила. Ну, вот. Дотронуться нельзя. Так. Что пишите? Ну, слушайте, я выключаю и буду. Ливан, привет. Это что, и Ливан тут? Ливан, кроссовчик. И Ливан, ну. Ливан очень хороший. Для вас, как и до Маши, не дозвониться. А вы знаете, я вас в первый раз вижу. Май-май. Я не вожу. Первый раз вижу вот такой ник. Честно скажу, не видела ни разу. Я здесь. Ливан, привет большой, мой красавец. Большой привет тебе. Всем привет. Он не горит. Ну так. Вот смотрите, я пошла. Вы будете ждать, пока у меня будет мясорубка работать? Ну, она будет довольно долго работать и громко. Или подождете. А потом я покажу, как буду укладывать это все и делать рулетик. Вот смотрите. Вот с Ливанчиком здороваются. Вот смотрите. Если вы дождетесь, пожалуйста. Маши сейчас нет. Маши, когда придет, уже будет все готово. Так, вот опять. Где Машенька? Кто бы знал, где она? Кто-то знает. А! Ну почему? Так природа. Такая у него мама красивая, родители красивые. Поэтому и он красивый. Ну, а у него он разве женат? А, сегодня последний день Масленицы. Как красиво вы прислали все. Наверняка в очках лучше, а еще лучше, если операцию сделать. Нет. Смотрите. Ой, сколько сердечек. Господи. Спасибо большое, Ливанчик. Так. Посмотрите. Значит, все. Я выключаю. Выключаю. У меня готово. Показываю. Кто не знает. У меня готово. Вот. Потушила вместе морковочку и лучок. Видите? Теперь вот это. Смотрите. И Маша у нас в студии отдельно. И Ливан отдельно. Все отдельно. И я отдельно. Почему вы всех все время соединяете? Булочка. Мама Оля. Ой, спасибо большое. Так, ну что. Я вот ставлю вас здесь, если хотите. Знаете что? Кто не хочет, пусть выйдет. Я постараюсь сделать очень быстро. Стараюсь сделать очень быстро. Ну, как смогу. Вот. Беру все это. Сначала. Смотрите. Очень внимательно. Сначала я пропускаю в мясорубку только печенку. Только. А потом, когда я сделаю печенку, я уже буду два раза. Смотрите. Сейчас я, запомните. Сначала нужно сделать только печеночку. А потом, вместе уже еще раз размешать печенку и лук с морковкой. И пропустить еще два раза. То есть, всего получается три раза. Ну вот, если хотите, смотрите. Кто не хочет, выходите из эфира. Я ни на кого не волью. Я сейчас сделаю очень быстро. Раз, как говорится, и квас. Я потеряла, и поэтому делаю вот этой, представляете, каталкой. Вот так вот. Я сейчас быстро делаю. У меня никак не шло на печеночке. Смокло. Так что, очень быстро. Так что, очень быстро делается. Вот. Уже половину сделала. Подробила я. Кучонки, кстати, очень полезны для крови. Вот и все. Вот и все. Вот смотрите. Печенку я все уже провернула. Теперь я беру эту печеночку. Вот она. Печеночка. Теперь я беру эту печенку. Кладу сюда. И сковородочка точно у меня была. В этот раз у меня очень удачно получилось. Не подгорело, потому что я не отходила. А тогда в Самаре я просто делала и холодец, и салат. Мы с Машей много всего тогда делали. Сейчас я. Я еще, знаете, выможу вот так немножечко маску. Хотя Маша и не любит масло. Нет, сливочное масло обязательно нужно. Как витамина они есть. Ну как. Тем более, если я морковку потушила. Смотрите. Сейчас я это все размешаю. Вот и все. И проверну. Знаете, печенка, она вообще сама по себе очень мягкая, куриная печеночка. Она получается более нежная, чем говяжья. Она более нежненькая. Сейчас я вам покажу. Ну вот. Вы помните, что я уже солила печенку. Ну, я, как говорится, могу... Сейчас я попробую. Я, знаете что, я такой человек, что я не могу пробовать. Ну, то есть, я не пробую одной ложкой. Маша любит соленое. Ну, ладно, солю еще немножко. Хотя, мне достаточно. В ресторане тоже вот вам не больно дадут соленое. Вот смотрите. Теперь обязательно нужно еще сделать два раза. Еще два раза. Не один, два. Сейчас я вывожу сюда вот так вот все. Но это уже труднее крутиться, потому что немножечко у нас тут залипается. Знаете, поэтому чуть-чуть труднее будет крутиться. Но, как говорится, ничего страшного. Вы делаете для себя. Я вам, кстати, скажу, что печенка, если у кого проблемы с желудком, то тут, ребята, вот помешьте, и все у вас наладится сразу. У кого-то, если есть проблемы, потому что печенка, она вот так провоцирует. И это, поэтому это очень хорошо. Это очищает желудок, очищает все. Вот, видите, у меня немного, в этот раз немного. Сейчас мы ее сейчас сделаем. Видите, всего-то одно блюдечко. Еще раз делаем. Это единая масса. У нас получается единая прям такая масса. Видно вам? А может быть, знаете что? Может быть, я ее могу делать второй раз? Может быть, она так хорошо меня...